Давайте вернемся в прошлое, год 2001. Именно тогда и говоря с того момента я организовал программу Автостоп. То есть она в эфире в 18-й год, как начинается. Прыгала она по каналам, но осталась. То есть я видел, как народ поднимался и как народ угасал. Сколько их было, Ан, не перечесть. Кто остался? Поверьте, из Магнитогорска с той поры осталась Уралавто. Ну а что вы хотите? Я вам честно говорю, что Автостоп это первая и единственная программа, просуществовавшая в том виде и неизмененная. И вот она была первая в России, да и честно, наверное, в мире. И я про то. То же и про Уралавто. И ребята, кончайте говорить о своих юбилеях. Не мне и не людям говорить, просто помолчите. По сути событий, все продавцы магнитогорских автомобилей были в моем эфире. Кроме Челябинска и Ката и того, кто продает меринов и китайцев. Все были. Но осталось лучше. Уралавто. Именно тогда она нам первой дала прокатиться на своих машинах. И это было замечательно. И мы не будем говорить о том, что было. Хотя все то, что продавало Уралавто, ремонтируется этими же руками. Мы говорим о теме, что сейчас продает Уралавто. Потому что им нравится и продавать, и обслуживать проданные ими машины. Причем делать это в средних магнитогорских ценах. А не верьте, а посмотрите эти цены. Посмотрите внимательно. Смотайтесь к жестянщику или мотористу. И сравните. Цены те же. Но что касается краски. Здесь выбирают лучшее. Как вам такое удовольствие? Итак, куда вы приехали? Вы приехали за машинами. Давайте все-таки определимся, какую машину вы берете. С точки зрения... Приезжайте, пожалуйста. Нас, естественно. Да и вообще в России нам необходима та машина, которая бы имела грамотную гарантию. В данном случае Kia имеет грамотную гарантию 5 лет. Представляете, за 5 лет машина не сгниет. Это, кстати, очень интересно. Потому что, ну, Магнитогорск в большей части и не солит город. Но в другие города приехали и посолили, и все остальное. И вам это не сильно нравится. Почему мы приехали сюда, на Белорецкое шоссе 17? Потому что это и есть подразделение компании Уралавто. Вы здесь покупаете себе замечательные машины Kia. Причем модельный ряд очень широк в действительности. Мало того, как бы все эти машины, они производятся в России. Очень даже интересно. И, естественно, это хорошо. Ценники на эти машины, ну, они не совсем выше, естественно, других машин, которые продают в России. Автоваз, естественно. Почему нет? Но тот автоваз, который у меня был, и тот газ, который у меня был, к сожалению, я уже на них малость-то отъездил. 99-ка у меня была. И вот когда я приехал в Тольятти, меня привозили не в то место, где рядышком были различные торговые центры. Меня привозили в то место, где я хотел увидеть свою машину. И меня выгнали машину. Это была Снежная Королева. В тот момент, в 97-м году, это была единственная машина, Снежная Королева в городе Магнитогорске. Я сюда приехал, все просто офигели. Да, это было красиво. Я, естественно, только за нее, только туда ехал и только смотрел на эту машину. Мне не надо было никаких мест отдыха и развлечения. Поэтому, если вы приехали бы сюда, вы отсюда точно уедете в своей лучшей машине. И потом будете получать от нее большее удовольствие. Вот почему все, кто продают свои машины, выезжают из города или находятся без места для шопинга. Да, если вы хотите купить свое и любимое авто, шопинг вам не нужен. Не торопясь и думая правильно, а быстрее не получится, вы выбираете машину. Поверьте мне, траты не детские. Или вы забыли, сколько времени вы вместе с супругой выбирали свой дом или квартиру. Машины из той же оперы. Надо подумать и подумать крепко. К слову о ребенке, он тоже может свое слово сказать. Ну а после может спокойно оторваться в детской комнате. Поверьте, машина стоит денег. Но зачем платить за то, что через 5 лет потеряет большую стоимость, непонятно. В крайнем случае, покатав и получив удовольствие, вы здесь свою машину можете всегда обменять на новую. А если обслуживаться будете здесь же, то цена вырастет. Давайте мы все-таки определимся, сколько стоит ваша машина. Я был в 97 году. Я посмотрел там машину замечательную, Ford Taurus. В тот самый момент Ford Taurus стоил 7 тысяч... Какой 7 тысяч? 17 тысяч 500 долларов. Немножко с головой бывает. Сегодня и сейчас замечательный, навороченный Ford Taurus. Уже в таком большем обличии. И конфеточка стоит 56 и выше. Нормальная машина такая, небольшая. Хотя она очень большая машина. Она тогда была средняя машина, сейчас стала большая машина. С офигенным двигателем. То, что мы смотрим за нашей спиной. Ну, как вы прекрасно понимаете, и в России, и в Америке инфляция тоже есть. Поэтому ничего не будем говорить. То, что мы уже увидели, я вам сейчас продемонстрирую. Дело в чем заключается, я, естественно, часто визитер интернета. Я, естественно, посмотрел, насколько хороши продажи Kia. В Америке, естественно. То есть и Америка не стоит. Потому что и в Америке очень много машин уже на тот свет-то ушли. Их просто забыли. Хотя зря машины были вот такие. И Kia очень хорошо продается. По одной простой причине. Хорошая гарантия и все остальное. То есть все машины также продаются. И когда я посмотрел в эти машины, я убедился, что, ну, на воротах. Ну, реальные на воротах. Светодиодная оптика, подогревы сидений, двигатели. Изумительные. Мягко говоря, там еще стоит... А, вспомните, да? Недавно я снимал сюжет про центральную городскую ярмарку. Я вам говорил, что когда в машине стоит большой монитор, почему эта машина стоит таких бешеных денег? То есть 100 тысяч долларов зачем? Хотя здесь машины в 6 раз дешевле. К слову об обслуживании. Вы всегда сможете проконтролировать свое чудо. Здесь, на втором этаже, сразу два монитора. Точнее, телевизора. На одном вы видите процесс, на втором смотрите телек. А если телек надоел, то бесплатный Wi-Fi или отдельный комп для просмотра того, что в сетке. Для вас. К слову о том, как здесь машины делаются для продажи. Так же, как и принимаются. Сначала чистка. И это для покупок. Надо же видеть, что пришло. Потом подъем. И человек реально смотрит, как новое авто, так и то, что вы бы хотели апгрейдировать. Уже затем ваша машина после осмотра и описания говорит вам о ценнике. А после этого вы делаете свой апгрейд. То есть, покупаете новую. Ну, а новая машина, прошедшая проверку, ждет вас на вручении. Да уж, это лучшая тема. Помните, мы как-то с вами говорили о тех людях, которые машины собирают. Ну, таких людей в городе Магнитогорске не так уж и много. Один очень хороший специалист. Реальный специалист. Он работник. В смысле, он один из работников. Самых лучших работников металлургического производства. А потом, в принципе, я занимаюсь восстановлением машин. А, и вот мы куда зашли. Мы пришли в Уралавто. Они также занимаются... Ну, поверьте мне, я занимаюсь старыми машинами. Другой работник металлургического комбината занимается совсем старыми машинами. Ну, вот. Здесь берут лучшие машины. А вы обратите внимание, да, что оказывается, что сама контора Уралавто, у нее очень большой склад запасных частей. Машины поднимаются, все это дело смотрится, да, и вы можете купить эти же хорошие машины. Пусть они не сильно много прокатились. Но, тем не менее, эти машины еще могут также вам дать условия и удовольствие от эксплуатации. Потому что они проверенные машины. Проверенные, и вы их можете здесь посмотреть и реально купить. То есть, надо говорить о количестве денег. Я ремонтирую по взаимозачету. Здесь делают быстро. Быстро и качественно. И вот эти автомобили, полностью прошедшие подготовку. Включая замену всех масел, ремонт всей ходовой, уже готовы ехать. Хоть куда. А почему нет? Но не хватает денег на новую. Или просто есть своя сумма. Так зачем покупать БУ непонятно откуда? Лучше заехать в Уралавто. Купить себе машины проверенные. И в дорогу. Как это получается? И маленький нюанс от автостопа. Меняйте масло чаще. А лучше, как в Америке. То есть, каждые 5000 километров. И поверьте, машина пробежит большее количество. Потому что это сделается легко. Потому что двигатель ваш будет дышать. Так а если вы вдруг не умеете менять масло, все делается здесь же. Никаких проблем с Уралавто у вас не случится. И вот оно то самое. То самое хорошее место. Где вы можете купить себе машину. Спокойненько. Других. Тем, как шоппингов здесь не существует. Потому что машина, которую вы должны выбрать. Она должна рассчитываться. И вы должны понимать, что эта машина проведет с вами не один год. А тем более, когда мы говорим о Сузуки. То есть, спокойно приехали сюда с родителями, с бабушками. И с детьми в том числе. Выбрали себе машину, которая в принципе может проехать и 20 лет. Потому что это Сузуки. А Сузуки очень хорошие, реально крутые машины. А вы что хотите? Америка не вся в большей части нам недоступна. Но мы любим Японию. В принципе, Ке и Сузуки это та же тема. Везде лучшая гарантия. Я бы даже сказал, что гарантия выше, а ценники ниже, чем Европа. А зачем платить больше, когда Европа делается на отвал? Вы посмотрите, как ездят Сузуки. И подивитесь, что первые иномарки в России ездят до сих пор. То есть, хотим брать японца, едем в Уралавто. К слову, вернувшись на круги своя. Год 2002. Именно тогда Уралавто, посмотрев на тогда еще мою юную программу, нас и поддержал. Вы помните, что рулило в городе? А не помните. Так вот, всегда город наводняли газели. Да, да, да. Я часто езжу за рубеж. И езжу то, что на раме. И то, что возит. И это газ. А почему не газ, скажете вы? Быстрый, качественный ремонт. И ваша газель служит изумительно. А сегодня это еще и цинковое покрытие, новые двигатели. Почему не брать газ, непонятно. Лизинг и все остальное. Мест для работы газелей много. Как и газы большей вместимости. А вы не понимаете, так заедьте. Десять дней, и вы поймете, что можно косить денежки легко. Вот как грамотно работает лучшая команда от Уралавто. Ну, практически вот отсюда все и начиналось. И по сути событий. Компания Уралавто это первая компания настоящего уровня. Которая продавала машины, которая начала работать с программой автостоп. То есть автостоп в этом году уже 18 год как пошел. И как бы мне хотелось, чтобы вы вместе со мной приехали сюда. Да, конечно, здесь есть лучшие машины. Вопросов нет. По одной простой причине. То есть лучшие машины сейчас не должны дорого стоить. Даже если это машины для бизнеса. Потому что, конечно, это все хорошо. Но какая машина должна быть, которая очень быстро и качественно делается и ремонтируется. И за моей спиной здесь же, когда здесь в свое время находился Киа Моторспота, он переехал в другое место. Сегодня находится Уралавто, который занимается продажей газелей. Это очень хорошая машина. Вопросов нет. Сколько лет они наработают? И вы можете посмотреть, что эти машины работают не только в России. Естественно, по всем пригородам и в странах. И, кстати, и в капиталистических странах они тоже ездят. Потому что мы должны понять, что такое возможность ездить на газе. Как вы прекрасно понимаете, машины газы, то еще категории ГАЗ-3102 был шедевром в эксплуатации. Сегодня и сейчас будем надеяться. Дай бог, скоро к нам вернется та самая замечательная Волга. Почему бы и нет? И мы в конце концов скажем, что мы можем в качестве России и предоставлять людям возможность ездить на недорогих западных машинах, которые мы делаем здесь. То есть мы говорим про Киа, про то, что делается в России. Мы говорим про замечательные газовские модификации. Да, конечно, и вы можете купить здесь отличные машины. Вопросов нет. Потому что вы приезжаете куда? На улицу Советскую, 32-1. К слову о том, что вы можете съездить с замечательными корейскими автомобилями на выезд в сторону Белорецка. К слову о том, что вы здесь также можете купить и японские автомобили. Они прямо так же располагаются здесь. То бишь, мы вам говорим о конторе, которая занимается, которая продает машины. И вы должны понять, что с такой конторой нужно дружить. Уж поверьте мне.